Ассоциация Галереи 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 Я просто не имею права, но опять же в следующем выпуске у нас будет кейс-стадия, где мы полученный опыт художников открытых студий по определению цены на их работы вынесем уже в публичное поле и будем совместно с художниками, которые на open call отберем, проставлять им цены совместно с экспертами арт-рендеров. Соответственно, здесь вместе с художниками мы также определяли стоимость их работ, анализировали рынок, смотрели продажи, участие в тех или иных проектах, ну и соответственно ставили цены. Здесь одна галерея из ассоциаций галерейских, то есть практически большинство, так как у нас есть галереи еще из Владивостока и из Петербурга, они не смогли участвовать за счет коротких сроков подготовки. Так, вы можете здесь видеть галереи, которые мы очень хотим поддержать и здесь вот как раз галерея высшей школы экономики, обратите внимание, представляющая молодых художников в том числе. Вот видите, вот здесь такой тул гектар, сяженный с новым искусством и выводом его на рынок. Собственно, видите, здесь нету логики расстановки стенда в зависимости от пожелания учредителей или организаторов, потому что у всех стенды одинакового размера. И стенды определяются с помощью жеребьевки, это случай. Поэтому какую-то галерею вы можете увидеть в конце, при этом ей будет 30 лет, совсем молодую галерею, как, собственно, только что нам посещенную, можете увидеть в самом начале. И мне кажется, в этом тоже есть некий вызов для коллекционера, не как обычно пройтись по первым двум рядам, а все исследовать, тщательно и рассмотреть. Но про ИК-бюро ее основателя Елена Викторович говорит не приходится, я думаю, вы все ее знаете, более того, плотно с ней взаимодействуете на ее вернисажах. Здесь представлены большие имена, соответственно, включая молодых художников. Еще раз обращу ваше внимание на то, что одно из условий ярмарки – наличие на стенда одного молодого художника до 35 лет, ну, 35 у нас тоже включается. Вот здесь, в данном случае, это Елена Аветисян, вот ее работы, которые, насколько я знаю, сейчас даже представлены в Милане на специальном проекте галереи Сирен. Верно? Верно, я знаю, я знаю, в контексте. Ну и помимо этого вы видите узнаваемые работы суперавторов и Филатова, и, я не знаю, и Булатова, и Довтиана, и всем остальным. Галерея Футура, галерея из Нижнего Новгорода. Она, к сожалению, на этом выпуске единственная представлена из регионов, но так как Настя и так как Нижний Новгород и сообщения между Москвой и Нижним сейчас налажены как часы, соответственно, Насте было удобно поучаствовать. Вы нам расскажете два слова? Давайте. Давайте. Соответственно, здесь присутствует художник. Нет. Как нет? Хорошо, назовите. Я профессионер вашего работы, он не любит про себя говорить, а я тоже люблю. Хорошо, давайте в таком случае вообще интересуемся. Вот, поэтому я разговариваю про его работы. Пашенко вообще художник из Санкт-Петербурга глобально, но вот в Нижнем Новгороде у него была выставка соло в 2018 году, самая яркая выставка в Нижнем Новгороде, которая представляла из себя серию только черных работ. Как бы, соответственно, если вы знаете по-другому футуру, то она такая фактурная, наверное, но в старом помещении... Вот, обратите внимание, да, вот, допустим, на антроповские работы. Они очень стилистически похожи на футуру, да, вот такую вот... Это футуру. Конечно, безусловно, я имею в виду непосредственно само пространство футуру, потому что оно такое очень фактурное. И, кстати, очень похоже с типографией Сытина, потому что там тоже старое историческое здание, шикарные шестиметровые потолки, лепнина. То есть, если вы будете в Нижнем, это обязательно для посещения места. Сто процентов, абсолютно. Ну и вообще обязательно место для посещения Нижний Новгород вообще в целом. Я как вот в Москве, я туда провел там целый месяц, думаю, вот. Слушайте, я там была 12, наверное, за последние два года. И спасибо Беркоичу Олегу, мне кажется, вы все его знаете, и их министр культуры, который сделал для нас этот пункт. Слушайте, какая прям реклама Беркоича. Надо ему записать это, и пусть мы пришли. Да, что-нибудь. Что ты скажешь тебе про Пашу Бумажного? Бумажный? Бумажный. Почему он сделал елки такие? Ой, господи. Новый год? Да, Новый год, и у него новогоднее настроение. Вот он, собственно, это сделал. Елочки свои, но обладая таким каким-то бунтарским риском, он сделает все как всегда в своем стиле, неподражаемом. Ну, абсолютно. И вообще серия его работ различных разных периодов его жизни здесь представлена. Как его можно посмотреть так немножечко ретроспективно, его творчество. Давайте я сделаю вам такую ремарку, и вы можете посмотреть архивы, фотографии. У Паши есть такая особенность, он всегда создает на разных стендах уникальную историю. Допустим, в 17.03, на ярмарке 17.03, у него была лаборатория, мастерская. И в процессе ярмарки он создавал работы, что-то там рисовал, и все это раскупилось. И потом Настя со мной делилась, что это был один из самых успешных финансовых экспериментов. То есть такой формат на ярмарке еще никто никогда... Ну, насчет никто никогда, это громко всегда, потому что у нас есть мир, не только Россия. Но это был новый формат для российской ярмарки. Неклобаемая скульптура и серия мишек из «Спят неусталые игрушки». Я вам так же скажу, Александр никогда этого не скажет, но именно он был инициатором всей этой ярмарки, когда он много лет пытался инициировать сообщество на создание этого проекта. И, к счастью, в прошлом году это произошло. Он позвонил мне, позвонил еще несколько коллег, он говорит, давайте. И мы все-таки, ну а чего же нет, давайте. Мы сделали выставку за месяц в маленькую зимнюю ярмарку, получили опыт, собрали обратную информацию. И вот, собственно, сейчас мы находимся здесь на каталоге, уже переосмысленном проекте, который мы пустим в дальнейшую плавную. Собственно, я уверена, что стенд Александра вы всегда можете узнать на любой ярмарке. Во-первых, благодаря застройке, которую он делает. Во-вторых, благодаря тому, что последние 20 лет, сколько работает его галерея, он неизменно выставляет что-то, связанное с персонажами ушедшей эпохи. Все авторы, как из старой гвардии, которые у него представлены в галерее, так и молодые, ну вот здесь у него представлен Манчунский, который сейчас просто во всех топах, они всегда быстрее. Не все, но условно, те, кого он оставляет для работы с собой, они всегда в итоге выстреливают. Иногда он расстается с молодыми художниками по ряду причин, и они выстреливают в других галереях. Я иногда спрашиваю, Александра, а не жалко терять до таких суперзвезд? Он говорит, например, он работал с Мазалевским, одна из первых галерей, которая с ним сотрудничала. Он говорит, Алина, я никого не держу. Мне кажется, это у галеристов, у многих есть такая, ну, знаете, у галеристов со стажем, я бы так сказала. Такая особенность, как бы все мои останутся со мной, и именно для них я сделаю максимальным дожем. Дальше, вот здесь Алексей Веселовский, пиранези ЛАП, благодаря которому состоялся и стал возможным тираж, о котором я говорила, да, в папке каталог, инициирован был проект мной, но для Алексея его опыта он бы не состоялся. И, соответственно, Алексей и его пиранези ЛАП, наверное, единственная в России профессиональная галерея, занимающаяся тиражной графикой, ее производством, соответственно, качественным экспонированием и доведением ее до музея через коллекционеров напрямую по-разному. Здравствуйте, Борцов, почему важно, не заделать графику и два хайлайта для художников? На что обращать внимание, когда хотите купить графику на 100 тысяч рублей? Нет? Ну, ладно, давайте, два хайлайта. У нас на 100 тысяч рублей нет. Ничего нет. У нас нет, если бы не есть, у нас есть много, которые до 100 тысяч рублей. Это кто у вас? Да, Александра Александровна, она уже больше. 100. Ну вот до 100 тысяч рублей, то... Артем Филатов у вас молодой, нет? Артем Филатов молодой, но он уже дарил. Но он уже стоит, да. Расскажите, на что обращать внимание при количестве тиража, коллеги. Вам это будет очень интересно. На самом деле, количество тиражей – это очень мультфильм, такая вещь. Чем больше тираж, тем, по идее, ниже удельная стоимость работы в тираже. Общая вообще такая формула, что тираж – это единая работа художника. Тираж рассматривается как цельное произведение. Потому что, скажем, у Ольги Чернышевой в тираже все работы немножко разные. Она всегда что-то на печати изменяет. У Алексея Болдакова просто, в принципе, работы разные, потому что он берет, делает это все на своей бумаге, которую он сам изготавливает. Это бумага, сделанная из чайного гриба. То есть это выращенная бумага, это биобумага. И, соответственно, все эти листы, они разные. Поэтому печатается тираж, и они все в тираже разные. И, собственно, тираж рассматривается как единое произведение. И общая практика, скажу только одну, общая практика примерная, что стоимость работы, вот, скажем так, вот эта работа Ольги Чернышевой 100 на 70, если это был бы холст масла, у нее там существует принцип ценообразования, фактор, но она стоила бы где-нибудь в районе 15-20 тысяч долларов, я могу ошибаться. И мы делим на количество тиража. Мы делим на количество тиража. Ну, условно, если это тираж 100, а вот тираж 100 – это хорошо или плохо? А это не хорошо, не плохо. Это определяет коллекционеры, определяет бизнес. Если вы, Алина, как галерист, решаете, что вы эти 100 экземпляров за свою жизнь продадите, то вы печатаете 100 экземпляров. Если вы считаете, что надо оставить еще деткам на продавать, печатаете 150. Лимитированный тираж заканчивается на 250 по-американским. В Америке это все лимитируется законом. Есть закон о лимитированных изданиях, и это все лимитируется законом. Алексей писал диссертацию на тему тиражного искусства, поэтому, если кто-то из ваших аналитиков заинтересуется этой темой, подойдите к Алексею, задайте профессиональные вопросы. Мне кажется, это может быть отличный спецматериал, чтобы рассказать о правилах полиционер, на что надо обращать. Увеличивается ли цена, давайте доставим как тизер, увеличивается ли цена консульт тиража? Хороший вопрос, а на самом деле она увеличивается. На самом деле, да. Вот, поэтому знайте Алексея. Пойдемте дальше. А Полину, у вас на ярмарке, но мы ее сейчас не видим, но я думаю, вы все знаете Полину Аскери. Соответственно, знаете про открытие ее нового пространства. Наверное, это самый амбициозный проект среди всех галеристов по площади, по заявленной программе, по амбициям. И мы все искренне желаем успеха в реализации этого проекта, потому что, мне кажется, благодаря Полине мы можем увидеть, даже не так увидеть, а понять, как формируется спрос, насколько он активен, на какие работы и далее, и далее. Соответственно, здесь представлены не просто все молодые художники, правильно я могу понять? Да, не только молодые, но и художники, которые у вас есть. Но здесь представлены художники не только от «Скили Галери», а также от «Онлайн», а «Онлайн-24». И новая художница, которая перечисла теперь эти галереи, это Евгения Сентеско, которую мы, наверняка, мы уже знаем. В целом, наша галерея выбирает всегда художника, из которых есть уникальный свой внести. И если вы посмотрите на все работы и на каждого в отдельности, можно сразу понять, что за художник или скульптором эти работы сделает. И, соответственно, поздравиться. О, нам повезло. Здесь как раз познакомьтесь, Марина Цюрчуми. Нет, Марина Цюрчуми там, Оля Пахуова там. И здесь можно провести много времени, исследуя каждого художника, потому что Оля специализируется на работах как тиража, так и небольших работ. Да, в статусных. Адрикакторах? Да, такие вот тиража, еще вон, Була, где Була? Нет, Була-то Попова. Да, Попова. А Попова – это Попова. А Буриадов? Какие формы? Да. На Жвебиночку. Видите, как Жвебиночка? Не разделяет жен и мужей. Хорошо, давайте поздравим Ольму с тем, что вчера было предоткрытие. Предоткрытие нового пространства. Да, у нас было первое день открытие нашего пространства. Второго филиала. Вернее, филиала. В патрике за селегзо-классные галереи. Да, небольшое и очень красивое пространство. В общем, мы всех ждем вас в гости на Буриарши. Большой Палашов-109. Записали, пожалуйста. У нас вчера открытие было, и это групповая выставка. А сегодня, кстати, общий открытие. Да, сегодня можно будет зайти так же с 6 часов. Это для друзей, журналистов, галеристов. Так что всех вас ждем в гости. Слушайте, а как получено бодренькие с утра после открытия? Закрытое открытие. Поэтому подходите к Сергею и Ольге, задавайте вопрос. Ольга, что здесь на стенде? Вот, хайлайд покажите нам. Я фанат пельников, конечно же, но пока не тяну финансово. Здесь, наверное, у нас два художника галереи Покуфар. Это Росислав Лебедев. Мы его показывали на Кусмурску и решили, что мы продолжим эту линейку. И у него сейчас идет потрясающая роскошная выставка в музее современного искусства на Бетровке. И мы сюда привезли то, что не вошло в выставку в связи с этой ситуацией, потому что была достаточно жесткая цензура. И в галерее Покуфар на заводе у нас откроется после Булатова тоже выставка Лебедева как раз из тех работ, которые не вошли в экспозицию. Но что-то мы показываем здесь, и нам кажется, это прям логичным каким-то продолжением. Работа и Виталия Пушницкого, всем наш любимый, известный. Виталий сделал эти работы в Лондоне, в парке, в котором творили и Фрейд, и Мур. Очень хочу обратить внимание, что у нас здесь два новых художника для нас. Для Артипа мы буквально просто на прошлой неделе взяли к себе на сайт. Это Юлия Иванова, художница из Нижнего Новгорода. Она родилась где-то под Нижним. И это прям целая история с этими работами. И мы прям с Сережей тоже влюбились в ее живопись. Она очень многосложная, многослойная. И там есть вот своя какая-то концепция. Прям обращаю на нее внимание. Это супер художник пока по очень вот прям доступным ценам. То есть начиная как начинающая история. А стопни это сколько? Начинается от 30 тысяч рублей. Эльмира Сафина. Тоже новый проект у нас. Знаете, она занимается совсем недавно. Ей уже за 50 лет, но она совсем на территории искусства совсем недавно. То есть вот такое вот случается, да, что человек в возрасте как бы приходит к творчеству. И как бы там есть своя тоже там история и концепция этого всего. Вот челночница и женщина. То есть такое сочетание уход в 90-е. Коммерческая галерея. Она создавалась не как коммерческая галерея. Скажите пару слов, почему она возникла и почему они сортом фамилии не называются? Нам сказали, что освобождать помещение, где нужно найти кого-то на галерею. А я очень давно занималась коллекционированием, в том числе и по Тибадзе. И я решила, что вот есть прекрасная возможность на Минзаводе составить галерею за Тибадзем. И вместе с ними мы вот сделали такую галерею, которая будет в январе 8 лет. И мы очень рады. Вот мы находимся по соседству в галерее Астра, по соседям. И мы представляем разных художников. Не только Тибадзе, у нас больше 20 художников. Мы работаем очень благодотворно с Александром и Ольгой Флоренскими, с Сутягинами всей семьей. И у нас как-то получаются какие-то семейные династии. Такие династии Сутягина, династии Флоренскими, династии Тибадзе. А здесь на стенде мы решили сделать такой немножко салон. Выставить все, что у нас есть. Так как по требованиям и, собственно, мы тоже хотели бы продвигать молодых художников. У нас Аня Сутягина, как обычно, молодая. И вот совершенно новое имя на рынке современного искусства. Тамара Тибадзе. Здесь галерея Постригай. Сколько здесь еще годы? Мы родились в марте 23 года. Отлично. Сейчас 23 год. Представляю вам нового галериста Анастасию Постригай. Я уверена, вы все знаете ее как лонера, как основателя образовательных, крупнейших, наверное, в России, проектов по образованию в сфере современного искусства. Академия Постригай, соответственно, и теперь галерист Анастасия Постригай. Постригай, Галлори, которая является резидентом Кьюб-Москва в Рискал-Карлтоне, в этом кластере. Настя, кто у тебя? Ну, у тебя в основном молодые художники, но всегда все собрано с идеей. Расскажи про концерт. Вот так быстро. Идея, основной стейкл от нашей галереи, это хилин-арт. Это искусство, которое исцеляет, вдохновляет, которое поддерживает в наши тумбулентные времена. Это то, что очень нужно людям. И у нас в галерее, очень странно мы это поняли, когда монтировали этот стенд, что у нас только девушки-художницы, у нас нет ни одного мальчика. Какой-то есть такой своеобразный гендерный пункт-босс. И у нас здесь представлено 4 художницы. Лена Моро, Варя Выборова, Мумия Паррел и Маша Дмиловска. И они, с одной стороны, все очень разные по своей стилистике. И Варя Выборова, это что-то похожее на Матисса, Банара, на такой современной актуальной репутации. Лена Моро, это что-то из направления начала 20 века «Голубая роза». И так как я искусствовед, я очень люблю вот этот диалог художников из разных эпох, поэтому мне легче привязываться именно к другим категориям. Я всех по полочкам раскладываю, кто рядышком с Матиссом Банаром, кто рядом с такими художниками, как Уткин, Сапунов, Судейн. И Моро Паррелл – это художница, которую ни на одну полочку невозможно положить, потому что она своеобразная, и я не могу найти аналогов. Керамист? Нет, 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 вот эти графические работы, да, она изобретает своих собственных существ. Сколько стоит, Настя? Настя, 27, да. Очень тонкая графика, она работает настолько тонко, что там такие красивые цвета, это невероятное эстетическое наслаждение. И художница Маша Дневовская, которая здесь уже сейчас с нами присутствует, которая представлена вот в таких графических листах и вот в таких графических работах, которые сделаны на деревянных планшетах, она работает в технике спиртовых чернил, и здесь такое буйство цвета, и оно невероятно приятнее глазу. Я занимаюсь Сергеем, но не потому, что вы думаете, я Давида, потому что он работает с прекрасным тандемом Вик-бегальфикой, ну и, соответственно, Александром Дриловым, потому что я все время не смотрю, а в Луфе, кстати, этот форс, я так и не выпала, работу нет, но, видимо, пора. И понимаешь, что вот с таким художником не надо работать в настоящий прием для его. Помимо других, кроме Эрика Булатова, я думаю, вы знаете про проекты, которые реализованы сейчас на самых крупных масштабных площадках, посвященных Эрика Булатова, но это не я, практически. Сергей, пожалуйста. Я бы лучше, что бы сказать. Ладно, скажите, про то, что есть, про помещение и про новое, вернее, пространство, и на кого здесь обратить внимание. Да, да, но нам важно было показать хотя бы одну работу Эрика, потому что, честно говоря, за всю историю галереи у нас было пару раз, когда мы дали, ну, когда у нас были возможности показать его работу на Яблоке. Вот, поскольку у нас сейчас идет выставка в галерее его персональная, если кто-то не был, то приглашаю, то у нас появилась такая возможность, одна работа, она бралась на запас, она попала сюда. Она пока не продана, все аналогичные работы в галерее, например, проданы. Цена 48 тысяч евро. Одна из самых дорогих работ, да, наверное, здесь на Яблоке? Ну, мне сказали, что вроде самая дорогая, но я еще пока не проверял. Вот, это важно подчеркнуть, что это самая большая его графика последних лет. Ну, про контекст я не буду рассказывать, понятно. Я очень благодарен за комплименты в адрес Бегальской и Вилкиной. Я должен сказать, что, например, первые работы тандема вообще были показаны у нас в галерее. И мы действительно прилагаем много усилий к тому, чтобы они, например, работая в Третьяковскую галерею, были куплены тоже у нас в галерее. Но для нас важен каждый, они уже постарше чуть молодых, каждый молодой или, там, недавно молодой художник. Это Анна Фолбио, которая была первая персональная выставка у нас в галерее летом. Александр Плюснин. Тоже вещи с выставки, которые показывались несколько лет назад. Это сложная техника, такая вырезание, значит, на доске. Поэтому здесь работы определенные, вот, работы с деревом, да, и Михаил Ливус, который стал тоже звездуем на нескольких днях, когда и у нас в галерее. Вот эти не будут. Одна вещь, которая выставлялась в галерее, эти все новые, созданы специально для яблок. И также я обращаю внимание на керамику Ольги и Олега Татаринцевых. Это одни из самых важных художников среднего поколения. И для тех, кому будет особенно интересно, у нас сейчас наверху в галерее единственный раз вообще за всю историю в Шаулуме открыта выставка Ольги Татаринцевой. Да, активный строитель. Я бы сказала, что его руками все это его волей, все это построено. Так хорошо и качественно. Это тоже отдельный момент, который стоит упоминания, потому что крайне редко ярмарки строятся качественно. Вот Дмитрий, он все делает, если что-то делает, то делает хорошо. И вот, соответственно, здесь все построено настолько качественно, что ничего нету, даже ни одного замечания. Здесь представлены, в принципе, все молодые художники, которых вы знаете. Все проекты, которые были реализованы в последние пару лет в Триумфе, и Акимова, и Ахала, и Дудникова, и Никатин. Собственно, у всех, конечно же, журналистов был интерес больше к работам Миши, потому что буквально недавно программирует его выставка, где она была? В Триумфе, и в Лобби у него был спецпроект, и еще где-то. Поэтому, можно сказать, что, несмотря на то, что галерея Триумф работает и с Аэш-плюсы, и с Ресайкл-групп, и там с мистодонтами, у них огромный послужной список художников, с кем работают, у них, наверное, более 40 художников, на контрактах, в этот раз они решили здесь показать и дать дорогу молодым ребятам. И в шикарном, красивом пространстве. Если кто-то не будет, обязательно познакомьтесь с представителем галереи, возьмите координаты. Собственно, здесь, вот если нужно купить дорогой качественный подарок коллекционеру, людям, состоявшим, ну там, я не знаю, людям старшего возраста, которые уже ценят все, уже все есть. Скажите, кто представлен, особенно из молодых, если есть кто-то из молодых. Да, конечно, здесь представлен нидерландский потоков полу-брунс, который работает в жанре коллажирования, в технике коллажирования, и, соответственно, он, с конца, его творчество сконцентрировано, фокус, да, на архитектурной фотографии именно, поэтому он замечает какие-то повторяющиеся детали, может быть, в зданиях и делает из них такую большую коллажированию с помощью коллажирования. Например, вот эта работа с лестницами была сделана в Нью-Йорке во время ковида, где пол-брунс заметил этого маленького читающего ребенка на лестнице, и, соответственно, да, это такой побег из реальности, побег в страну грез, в страну воображения, в книгу, и, таким образом, да, побег из реального мира. Также у нас на сцене представлен американский, тоже молодой фотограф, Рок Вудкакс, он работает как и в фотографии, так и в режиссуре, он делает фильмы, но здесь его серия представлена, посвященная именно исследование телистности, эстетики разных тел. Наверное, наиболее такая привлекательная работа это работа Талий Трэбл, где происходит такая перекличка современности и древности, вот эти вот эти вот готические арки собора перекликаются с телами, которые образуют похожий тоже архитектурный фрагмент, добавляющий что-то новое в эту старую старой арке. Вот. Это два, наверное, молодых автора, но, конечно, галерея на протяжении уже больше 20 лет занимается советским фотоискусством, поэтому на стенде мы, конечно, не смогли отказаться также от представлений именно советских авторов. Сос на базе галереи ПНД, который находится в Грибмосту в Рейс-Карлтоне, представляет Олега Хвостова, с которым работают много-много лет, но здесь просто новая серия, да, насколько я знаю? Нет, на самом деле это такой, можно сказать, презентация во времени того, каким образом Олег пришел к своему узнаваемому стилю, и нам очень важно было показать, что здесь, наоборот, смешано, что является таким символом нашей галереи, мы всегда задаем диалог времени в отдельно взятом пространстве. здесь это ранние работы Олега, и совсем поздняя серия, которую он сделал непосредственно для этой ярмарки, такие летающие мандарины, еще нам важно было презентовать в рамках ярмарки про Олега, которую мы сняли несколько месяцев назад. ПНД галерея, вы участвовали в моей? В Шанхане? Нет, в Шанхане, вот ПНД, наверное, одна из трех галерей, но две другие, уже одна базируется в Нью-Йорке, другая в Литве. Единственная, наверное, российская галерея, кроме еще Анны Нова, она участвовала в Пордо в этом году в ярмарке, которая участвует на международных площадках в ярмарках, и сейчас ребята вернулись из Шанхая с ярмарки 21. Да. Расскажи, как прошло? Вот за счет, что возьмите, потом верните, возьмите комментарии, это очень круто. У нас прошло очень хорошо, потому что мы взяли Best Concept на ярмарке в том году. О, премиум. Вы теперь бесплатно участвуете? У нас большая скидка на следующее участие, да, это дало нам возможность, у нас мы собрали хорошую прессу и дало возможность по-другому работать с коллекционерами. В том году Best Concept был у Дэвида Свернера, Best Boomer, в этом году, в этом году его взяли мы, Best Boomer у White Keep, то есть это такая ярмарка, которая как в Ocean, класс, они нас перечисляют в этом составе, да, нам очень классно и приятно, что на самом деле там участвовал 108 галереи и то, что они вообще смогли читать наш концерт и все это понять и так далее, для нас это большое признание, вот мы показывали тоже соло стенд Анны Козьминой, тоже не живет работать в Покине. Расскажите? Соответственно, артилент, разрешите, разрешите, что угодно. собственно, это новая точка на арт-карте в Москве, которая появилась за пару лет назад, соответственно, уже активный участник всех процессов, входит в инстанцию галеристов, участвуют в ярмарке и 17.03, и Космос, вы участвовали, правильно? Нет, еще пока, значит, вы здесь участвовали, в новом проекте, в Контур, вы тоже не участвовали? Нет. Не, не участвовали, ну, как бы, потому что графики особо, вы не занимаетесь особо графикой. Соответственно, расскажите, вот представители галереи, расскажите о концепте самой галереи, самого пространства и того, что вы привезли на ярмарку, и кто из них молодой? Кто из них? Мы молодые духи, сразу говорю. Это все, да. Поэтому, концепция нашего центра визуальной культуры, мы пытаемся достучаться до общества, в каком плане? Что? Показать, что авторский, я подчеркиваю, авторский отпечаток, отпечаток, авторская работа фотографа может быть произведением искусства. То есть, не просто изображения, которые смотрят сегодня, особенно молодые люди, в смартфонах, в компьютерах, смотрят просто фотографию, как некое изображение. Мы говорим о том, что фотография, вот в печатном, авторском исполнении, это произведение искусства. Поэтому мы собираем коллекцию. Сейчас у нас коллекция, в основном, российской фотографии, начиная от первых дегеротипов, сделанных в России, 1842 года, по самых современных авторов, которых вы можете увидеть и на наших выставках. Но у нас в пространстве проходят выставки где-то порядка раз в два месяца. И вот вчера у нас открылась выставка, называется «Япония. Другой мир», куда уже входят работы и фотографические, и японская графика, и японские скульптуры, и самые потрясающие у нас там шлемы самураев, доспехи самураев. То есть мы сейчас идем и говорим о том, что фотография – это не что-то обособленное в культурном пространстве, а пространство у нас с вами культурной еды. Вот сегодня на ярмарке мы представили, ну, во-первых, одного из, наверное, классиков современного фотоискусства Андрея Чежина из Петербурга, это его знаменитые «Хармсиада». Наша галерея сделала о Андрее фильм, который будет в ближайшее время показан на центральных каналах по телевидению. Если кто не знает, кто такой Андрей, то это такая его очень интересная еще 1995 года авторская, подчеркну, печать авторской работы. Второй участник – это и основатель галереи Центра визуальной культуры «Бетон» Ольга Мичи. Здесь представлены ее два знаменитейших проекта. Первый проект – это «Уязвимы», и второй проект – это «Посвященный маскам». Вот эти маски в авторском исполнении два года назад выставка была в Эрмитаже. «Молодая» в том плане, что… Да, есть два года. Да, мы организовали группу «Гром». Это две работы из проекта «Жилище будущего». Сейчас этот проект в полном объеме демонстрируется в Русском музее, в девяти залах. Поэтому приглашаю в Русский музей до 8 января. Сейчас, не помимо, а до того, как она стала директором ассоциации галерей, она активно участвовала в жизни в различных галерей. Я была продюсером «Галерей Джарт». Я бы дала кому-то слово, но никого нет на стенде, поэтому это просто чисто случайно, что я здесь рядом. Вообще, «Галерей Джарт» существует в 2008 году, но современным искусством начала заниматься с 2018. И, соответственно, на данный момент занимается пять лет. кроме того, что вы видите здесь, то есть живописи, скульптуры и каких-то достаточно привычных нам медиумов, галерей Джарт очень много делает в сфере паблик-арта, в сфере масштабных групповых проектов и старается раз в год или с какой-то периодичностью делать выставки, которые обычно не делают галереи, потому что они не коммерческие, с них сложно что-то продать. Это какие-то масштабные сайдспецифичные объекты, вписанные в пространство, для которого эта выставка планируется. И очень часто на выставке в галерей Джарт художники именно под выставки делают работы, а не просто они собираются в таких мастерских. Она когда-то была художницей открытых студий и, собственно, там в галерей Джарт ее нашла. Она интересуется живописью, каких-то вещей, пространственных, которые она увидела, но в них что-то было что-то было в листах, что-то было странно, что-то было нарушено. Вот это, собственно, видно на этой работе. И она же делает потрясающие какие-то керамические большие объекты, тоже реальных предметов, которых она где-то когда-то видела, на которые ее почему-то заинтересовали, может быть, напрягли, что-то она, в общем, испытала. Может быть, скажу себе про такой лейбл Melon Music, туда в основном входят рейферы и один художник, это Леха Пюджей, он рисует и все обложки, и, в общем, это в целом одна команда, но он художник, это уже необычно, что художник входит в какой-то музыкальный лейбл. Он все свои работы без эскиза, без какой-то первоначальной подготовки просто рисует от руки и если на таком размере это не очень впечатляет, то это впечатляет, когда вы видите гигантские холсты с вот такой деталировкой, просто прописанные прям какие-то малюсенькие персонажи, слова, буквы этот холст заполнен и кажется, что была какая-то продуманная, сложнейшая композиция и какие-то очень долгие месяцы подготовки, а на самом деле он просто берет просто холст и начинает с нуля, без эскиза, с моей точки зрения просто огромный талантищик. Здесь, опять же, ваша компания Матиль, Настя, Вескоро. Это компания демеллперская, соответственно, создает в партнерстве с художниками этикетки для вина и выпускает их на рынок. Это российское вино, они поддерживают российских художников, все очень красиво и более чем срочно в той России, в которой мы живем, когда крупные деньги поддерживают начинание в различных направлениях, таких как миноделия, современное искусство, так и так. Валерию Артбрюд, вы знаете, соответственно, обожаю Иеру Мартману, то, что они делают, и всегда это супер ярко. Здесь, опять же, все молодые ребятушки, которых мы знаем и по их экспозиции, и по участию и в Блазарии, и в Космос, пойдемте дальше. Культ проект, есть ли здесь плодный на сайте проекте, к сожалению, нет, но, к счастью, да, добрый день. Культ проект, я 100% думаю, что вы всегда их стенду узнаете на любой ярмарке, потому что все решения, которые они находят для экспозиции, они всегда необычны, они всегда работают с пространством как потолка, так и пола, и выстраивая невероятные идеологии непосредственно зрителя с объектами, представленными, работами, авторами и выставками. Скажите, кто у вас представлен? Прямо два слова, потому что нам нужно всех пройти. Это Ланцев у нас, которого называют современным репрессионистом, которого, да, от природы чувствуют цвет, свет. Это Егор Плотников, тоже работает с пейзажем, как представитель. И здесь Зинштейн, это питерский художник, питерская атмосфера, его полотное очарование Питера. А Катя Веселовская? А Катя Веселовская, скульптуры, объекты. Да, это объекты, она работает с тяжелым металлом. Кто из них поздравлен как молодой? Катя Веселовская, да, тоже обратите внимание на нее, потому что все молодые это потенциально звезды в горизонте пяти лет, которых вынесет их профессиональная карьера на пик. Идем дальше. Давайте так и вернемся как раз по-русски. Уже мы отпустили. здесь есть меня. Здравствуйте. Лилия Зиндекс, Лилия, Торноградская, у нее пространство находится в Югмонгл, при Скоро, ты не... про планы открыться в других местах ты сама решишь, хочешь или нет, сказать? по каких таких планах? Есть только фантазия. Хорошо, расскажу, кто у тебя, кто молодой. Вот, у нас три женщины-художницы, у нас такой феминистский стенд, четовские три сестры, пушкинские три девицы туда-сно. Вот, и наш стенд посвящен концепции умолчания, забвения и несказания. Молодой художник у нас Лидия Жендерот, вот, фиолетовым святым. Да, Лидия Жендерот всегда в своих работах работает с темой познания, вот, и здесь две работы из серии Компромиссы, это такая концептуальная вещь, когда художница записывала тушью свою точку зрения, а поверх писала точку зрения человека, который с ней не согласен, и заштриховывала соединение, и работа называется Попутка Компромисса, то есть такая визуализация объединения противоположных точек зрения, ей 43 года, это работы из последнего проекта «Добро пожаловать» или «Go to hell». Вот, и здесь она берет такую эстетику стерильного гиперреализма, немного диджитального, отсылая одновременно и к лозунгу Мэрика Булатова, и к безлюдным пейзажам таким напряженным Эдварда Хотта. Сейчас мы вас ведем на второй этап у Мэрика Ройки. Нам ведет, что здесь на каждом листе сколько лет? 20... С 90-го года. С 90-го года. 30-33, уже 4. Первое феврале... Ой, 1 августа 90-го года. Первая выставка в культурном центре на Петровских линиях. До сих пор это пространство есть, очень интересное. Первая выставка называлась Нео-шак. Выставка Владимира Самсонова и Илья Булатова. Потом какое-то время, так как они сами назвали эту выставку Нео-шак как бы новый шаг на встречу к искусству художникам, какое-то время я просто существовал как ассоциация галереи... Ой, как ассоциация художников Нео-шак, которое переносло в Нео-шак галерею. Берите комментарии, это круто. Если у вас есть кто-то, кто пишет исторические обзоры... А потом мы поехали на мыску Art Frankfurt и люди ходили, ходили вокруг Нео-шак, Нео-шак и один ко мне подошел и сказал «Знаешь, Нео, Нео, немножко пугает немецкую аудиторию, тебе надо вот нью...» Я говорю «Ну, нью-степ» это было бы очень банально а шак по-русски это степ а потом я приехал в Чикаго и на арт Чикаго ко мне подошел один коллекционер и сказал «А тебя не смущает что у тебя шак написано по-английски Нео-шак?» Я говорю «Нет, совершенно не смущает» Он говорит «Ты знаешь, шак оно имеет но там правда кью на конце Шакилу Нил он там сделал наколку и говорит «Я вас сшакать буду» Это как бы извращенной форме фак-ю выложил Я понял потом я понял почему ко мне американские коллекционеры заходили так и заходили на стенд и уходили они думали что это порнушку было показывать и я был вынужден срочно поменять название но мы тогда были все скромные ребята было нескромно назвать галерею своим именем поверьте была галерея Ковчег была галерея Modern Art была галерея First первая не было галереи с именами первая появилась по-моему если не ошибаюсь но и то она называлась Реджина это не фамилия это имя собаки Реджина и по-моему и так же жену Золи пардон короче да и я на каком-то этапе очень долго не мог решиться назвать мне галерею Крокин или все-таки как-то вот по-другому поверьте это была советская скромность мы воспитаны были советской скромности называть галерею своим именем было просто неприлично потом я сказала а соседа и вот Попов наверное да? нет первый якут он назвал якут галерея айдан айдан галерея но они все они были первой галереей они все художники и они называли галерею своим именем как художники которые выпускники Гельман да он своим и назван похоже и после этого я понял что скромность надо убрать в карман и называться Крокин Аня Мехико это Лондонский университет Лондона Челси Контреприарт направление вот она второй раз выставляется первая премьера была на Космоскову второй раз здесь и это фарфор ее скультуры модули переживания внутренние переживания каждое ежедневное свое настроение лепило своими руками практически ручная лепка что мы показываем на телефон кому мы показываем что все мы делаем микрофон же не работал мы показываем мы показываем наших сголочек состоявшихся нового мы показываем в самом центре произведения Кирилла Петушопа это художник из Петербурга художник который громко прозвучал на Космосков новый для нас в этом году появился художник за него работа которая была в серии большая серия для русского музея мы делали ее в 2014 году обращаем ваше внимание на технику это битумный лак это очень типичная техника для современного искусства это битумный лак поэтому он обладает едва легенькой коричневой текстурой и очень красиво смотрится за счет легкости коричневого цвета не удивляет далее на правой стене мы показываем сразу несколько авторов наши молодые художники Павел Бушуев и Виталий Барабанов Виталия Барабанова мы показывали персональную выставку в конце ноября он работает очень систематичный художник который верит что художником себя можно называть только тогда когда ты каждый день занимаешься искусством как ремеслом в данном случае вот такая кульминация вот этого ежедневного труда это размытый цвет это китайский пигмент на рисовую бумагу и он делает плотную подошку чтобы убрать вот такой эффект демотичности который рисовая бумага тянет за собой Паша Бушуев у нас представлен в виде бронзового бюста это такая серия деформаций создания нового человека можно еще 10 лет он висит рядом с Морозовым художником который продается уже на всех международных аукционах Кристи, Сотбис и живет в Италии и в коллекциях как музея современного искусства так и в самых статусных российских коллекциях на зарубежных но что я хочу сказать на примере Паши Бушуева этот художник как раз у нас галерея в Куску Год ей 5 лет будет в феврале я надеюсь вас всех приглашу на празднование и в апреле будем отмечать соответственно это как раз пример того как мы выросли так как сейчас в современном галерее мы очень сложно молодым найти взрослые имена пришло на второй год работы подписать эксклюзивный контракт с Александром Вась которая завершила свой контракт до этого работы с Кристиной Краснянской и Ириной Бычковой далее я подписала эксклюзив на Россию с Алексеем Морозовым и вот у нас два больших таких имени с мировой с мировой с мировой карьерный трек в галерее действует 365 дней в которых это топотбол и два раза в год мы проводим выставки астропы сейчас я говорю как раз мы 24-го астропы на астропы 930 заем галерея мне кажется делает акцент в основном на академических художников давно состоявшихся на арт сцене и максимально их пропагандирует ну собственно уже на сцене современное искусство конечно нельзя не обратить внимание на работу Леонида Роттеря девочки с платком на фоне нео солнца если бы здесь был крокин он бы наверное так и сказал можно сказать основательница галереи что очень милый факт что они узнали что напротив будет маленькое кафе и не будет другой галереи но они узнали что это кафе будет в вип зоне закрытой поэтому они поставили стол и стуль чтобы продлить эту историю и у них ну собственно все вот так вот такая уютная зона они приглашают к столу ну как бы посидеть вместе с искусством тогда можно поживиться чем-нибудь в следующий раз так пойдемте дальше здесь галерея закопальня о здесь есть ребята класс здравствуйте у нас влад мальцев буквально неделю назад с ним продвигаем 25 лет в молодой а также у нас Матвей Сегал Александр Крылов тоже у нас открывали вторая выставка это у нас была Саша Крылов Евгина Крыжановская со своей великолепной керамикой Кирилл Бурыгин как раз с такими эпатажными больше цирковыми такими с креслом с деревянными работами и Ринат Мустафер как раз мы наши галереи вот эти выставки да и вот мы сейчас занимаемся им интересная работа приехали с Петербурга с коллажированием как раз и вот мы как молодая галерея занимаемся продвижением молодых художников то есть мы стараемся давать им возможность чтобы они уходили на рынок и чтобы о них узнавали то есть вот такая у нас задача больше продвигать Вера Погодина в галерее которая сколько новая ну 25 ну 25 25 лет она основатель этой галереи Вера Погодина всегда продает дорогие красивые работы и дешевые тоже продают вот они у нас там стоят ну во-первых Вера славится тем, что в 90-х была у истока портринка и знает всех и вся со всеми дружит приятельствует и знает все что тогда происходило и таких людей по пальцам пересчитать и вот это первое а второе то что каждый год и вот у тебя до сих пор идет еще или закрылся уже открытки закрылись жалко каждый год перед новым годом сколько лет уже 17 лет 17 лет делает специальную выставку открытки открытки от художника где каждый художник с именем большим делает небольшую просто небольшой формат расскажите я скажу значит это не открытки не печатки потому что это такая путаница начинается открытки это имеется ввиду просто маленький формат то есть формат который можно подарить обменяться между художниками и так далее это очень-очень мило 3 супервуанс которые на днях отмечали громко юбиле ну не юбиле день рождения девятнадцать лет расскажите кто у вас мы в этом в этот раз представляем штрит-артистов ру-арт в принципе заменается поддержкой художников уличной волны и здесь как мне понравилось сегодня заходили молодые девушки сказали Алексею Луканьки легенда и это правда легенда ассамбляжи как вы можете видеть найденные объекты в этом подогреве на национальном свете в этом так и все где